Всем привет! 21 сентября, 22 год. Спешим немножко мы, конечно, но 7 месяцев агрессивной агрессии, геноцидной, еще раз подчеркиваю, террористической Российской Федерации Беларуси против Украины. Итак, в предыдущем ролике я рассказывал, какие будут последствия указа, который подписал Путин и, соответственно, вот этих всех так называемых приказов, которые дали гауляйтерам оккупированных украинских территорий, то есть Лугандонии, и, соответственно, к сожалению, захвачены на сегодняшний день полностью Херсонская область, по сути, и часть большая Запорожской области. Вот. Ну, то есть 23-27 уже ясно будет это произойти, вот это, как бы его так назвать, ганебное действие, которое банда КГБистов начали с Путином, запланировала. Вот. И, соответственно, я так понимаю, до 1-го, 2-го жовтня будет это все уже, они проголосуют, ну, ПИМ, власно говоря, в цих законодавчем органе. И, если можно сказать, что это законодавчий орган Вищей Российской Федерации, там, Вищая Палата, это Ради Федерации и нижняя дума. Вот, выполняют эту уже директиву, яку им прописала банда Путина и Володин там, и Матвієнка, и все другие. Ну, и еще далее, вот, еще далее, может быть, я уже наказал, что, по сути, это уже начало, открытое начало Третьей мировой войны, поскольку есть же вот этот, так называемый, Калининградский анклав и Балтийское море. Понятное дело, что сейчас будет сильнейший кризис в НАТО, поскольку, собственно, есть еще ряд стран, которые на уровне законодательном не одобрили вступление, а не члены НАТО, не одобрили на законодательном уровне вступление Швеции и Финляндии в этот блок НАТО, в организацию. И, с другой стороны, есть Калининградский анклав, который граничит с Польшей, с Литвой, соответственно, да, там, вот, ну и, так сказать, произойдут очень серьезные события вокруг этого анклава. Латвия там тоже же. Вот они уже приняли решение, что они вообще никаких виз не будут давать, но у них возникает вопрос, у них, они, у них остается транзитная, транзитная, транзитный проезд для тех, кто едет в этот анклав и с него выезжает. Естественно, что после того, как открыта мобилизация, после того, как Россия совершит федерация, это Московия, открытые оккупационные действия по захвату, там, псевдо уже, как бы, они даже трудно сформулировать такое. Ну, то есть, они будут пытаться акты агрессии легитимизировать с помощью вот этих, так называемых, псевдореферендумов. Это не референдумы, там еще одна вещь тут, получается же бред у них. Во-первых, у них не прописано в Российской Федерации вообще не было референдума о создании Российской Федерации. Поэтому совершенный идиотизм, как можно принимать в то, что было искусственно создано, другие какие-то элементы образования с помощью референдума. Вы сначала, уроды, проведите у себя референдум всех субъектов, вот, а потом будете говорить про какие-то референдумы. Более того, как вы можете их принимать, если вам надо, чтобы их принять, надо проводить референдум в своей Российской Федерации по каждому из принимаемых территориально захваченных оккупированных образований. Ну, то, что они болваны там, это понятно. Ну, когибисты всегда болванами были, идиотами, болванами, тупорылыми такими. Ну, так и осталось. Ну, тем более, если ими завклубом руководит, это ж вообще агент штази. То есть, полная деградация, фактически концлагерь, биомасса, ничего не могут сопротивляться, все раздавлено. Сейчас мы видим, начались, вот, призвал Навальный, там, движение весна, выходить. Ну, как выйдешь, сразу там, 10-15 лет, колоссальные штрафы. То есть, выходить надо было раньше, сейчас уже нечего выходить. Сейчас надо начинать национально-освободительную войну. Тем более, что введены в действие статьи о том, что если человека взяли в плен, вот, там, ему от 10 до 15 лет грозит и так далее. Если он, типа, сдался там или еще как-то там. Ну, то есть, там просто, это просто полная жесть, то, что они напринимали. Поэтому, фактически, речь идет только об одном. Во-первых, мы, правда, не знаем, не называют цифры, ни Залужный, там, ни другие, ни Зеленский, ни Резников. Вот, сколько ж у нас этих пленных на сегодняшний день с Российской Федерацией. То есть, сколько сдалось, захвачено в плен, сколько их тысяч. Естественно, они теперь не могут уже претендовать на то, что их, во-первых, их уже обменивать. Они не захотят обмениваться, потому что им теперь уже там Путин, как это говорят, мы говорим Путин, подразумеваем Сталин, Гитлер. Мы говорим Сталин, Гитлер, подразумеваем Путин. То есть, они не могут сдаваться теперь, вернее, меняться, потому что их там сразу посадят в концлагеря и тюрьмы. А место, как известно, там есть еще от Сталина. В сталинских концлагерях больше 10 миллионов сидело, где-то до 15 миллионов в разные периоды. Поэтому, естественно, все, которые теперь находятся в плену Украины, они по своей практически, если их меняют на украинских пленных, то они сразу там попадают в концлагеря и в тюрьмы в России. Поэтому, видимо, все-таки надо начинать формировать вот этот, ну надо, я считаю, надо просто восстановить российскую РОА, российская освободительная армия. То, что было Власовым создано и все, сейчас куда, зачем там заморачиваться, там всякие, там по-другому как-то назвали они это все. Вот, это надо традиции поддерживать. Надо показать, что, в принципе, по разным оценкам, там больше миллиона, там называют вообще цифры до трех миллионов в вермахте. И в этой армии служило именно тех, которые считали себя именно, ну, как бы, типа россиянами, да, то есть позиционировали. То есть это огромная масса была людей с оружием в руках или в вермахте служили, или в разных подразделениях, или в РОА, российской освободительной армии у Власова. Это минимум миллион был у него, но называют цифры гораздо больше. Ну, будем считать, там миллион, чуть больше, но это очень, ну, не сто ж тысячи, не сто тридцать, как врут в этих там источниках, даже в той же Википедии. То есть это ложь и брехня было, очень много в разные периоды. Ну, известно, что Власова заманили, и, к сожалению, он поддался на все это, не захотел воспользоваться тем, что ему предлагал, и Франко, и Америка, и Великобритания, ну, его повесили. Причем Сталин настолько боялся открытого процесса, что заявил, что надо проводить приказал закрытый его, тихо там, быстренько-быстренько, его там еще, его соратников их просто повесили и все. Ну, Сталин потом тоже сдох. Просто его придавили свои же, и он вздыхал там несколько дней, валялся там на полу в судорогах, обрыгал все и так далее, в блевоте не был. Вот и все. Вот чем закончилась Путин, вот чем закончилась эта вся эпопея с этим Джугашвили Сталиным. Поэтому это всегда судьба диктаторов, она никакая не бывает другой. Андропов как кончался, это же тоже страшнейшая у него была, так сказать, уход жизни, там он под этой лежал, так сказать, капельницей, почкой искусственной и все прочее. Как Черненко кончался, это же все Путин, возьми, посмотри. Это жутко просто. В чем смысл? В чем смысл власти, если потом вот такой ублюдочный конец происходит? И оно будет с Путиным то же самое. Ну еще говорят, что не могли же записать, что у него там что-то там, кашель какой-то там, еще что-то там начал отказывать. Ну его послушать, конечно, совершенно безумное выступление, абсолютно это выступление, ну даже не психопата, а в принципе это выступление уже полностью умалишенного, который даже не может состыковать, у него не стыкуются одни тезисы, другие тезисы. То, что он говорит, это просто бред полный. Но последствия, они уже начались, эти последствия, уже народ бежит с Российской Федерации, экономика падает, финансы падают, там они и так уже еле держатся. Сейчас будут санкции новые, приняты против них, готовится новый пакет предоставления Европейским Союзом оружие для Украины, то есть ничего не остановилось. Наоборот, Байден переписывает свою речь в связи с этим на свое выступление на этой Генеральной Ассамблее, там сессии ООН. То есть все будет только хуже, все хуже, хуже, но эскалация перешла этой войны с Украино-российского уровня уже теперь на европейский уже так точно. Ну Синдзипин тоже дал, там выступал на каком-то совещании перед военным, сказал им надо готовиться к войне. То есть дал указание тоже, что Китай должен готовиться к войне, ну за Тайвань, наверное, или как там они будут, что они говорили с Путиным. То есть везде идет нагнетание. Правда, Узбекистан, Казахстан и Киргизия выступили, заявили, что те, кто пойдут служить в российскую армию на войну с Украиной, они будут в уголовном порядке преследоваться. И Казахстан начал военные учения в Северном Казахстане. То есть Казахстан понимает угрозы, какие его ждут и что будет происходить. Такаев и его ближайшее окружение, как бы достаточно в этом плане искушенные фигуры с опытом. И понимают, что будет делать КГБист Путин и его банда. Ну теперь смотрите дальше, если брать вот это его выступление, там очень такой важный момент, ну такой ключевой практически. Это он бряцает ядерным оружием, угрожает там ударом. Он заявил, что в принципе это не с Украиной они воюют, а воюют с НАТО и с западным миром, с золотым миллиардом типа США. Вот это его как бы главный такой месседж, который он дает. И для этого понадобилась вот эта мобилизация. Ну и они заявляют, что прирастает их территория. Вот что просто люди аж ногами топают. Так хотят в этих оккупированных территориях стать частью Москвы. Русскими хотят стать. Ну брехня, почему русскими вообще? То есть это же эвфемизм. Нету никаких русских. То есть может они хотят с кем стать? Чеченцами, бурятами, калмыками, тувинцами, якутами, татарами, башкирами. Кем они хотят стать? Кем? Или хантамасийцами хотят стать? Или чукчами? Путин, ты как-то там определись, кем они будут у вас? Какое у вас там, так сказать, определение этой национальности будет происходить? У вас нету никакой. Вы все украли. У вас все украдено. Ну да вас эти так называемые бандиты, которые царями назывались, те украли у Руси все. А сейчас КГБ, наши коммунисты-большевички, они только этим и занимаются. Это лживые воры, твари. И поэтому тут ничего особенного нету нового. То есть он говорит только о применении ядерного оружия. Ну, Зеленский так дал это интервью Бильду сегодня, 21-го, там публиковано, что он считает, что не применит он никакого там оружия. Я думаю, это правильное высказывание. Вот. Во-первых, ну, надо быть безумным, чтобы вообще говорить о каком-то применении. Это фактически Путин себя полностью уравнял в статусе вот с этим ублюдком, кимчанином, который собачек ест. Сам их, так сказать, бьет дубинкой, а потом они ему и готовят, может и сам их готовят. Любит собачек есть. Интересно, может, Путин бы поехал к нему, тот бы его научил там отбивные из этих собачек делать. Вот вместе по ней там два атомных маньяка, кимчанин и Путин. Вот. Поэтому, ну что, что значит применить даже тактическое ядерное оружие? Ну, так, тогда же есть атомные станции Путин. То есть, естественно, что если только по Украине что-то будет нанесено, значит, будет нанесен удар по Курской атомной станции, по Смоленской атомной станции, по Воронежской атомной станции, по Ленинградской атомной станции. То есть это еще похлеще, чем какой-то тактический удар какой-то ракеты. Но настолько безголовая КГБ-ская обыдла, настолько тупорывая, настолько вообще с одной извилиной, что она даже этого не понимает. Будут просто удары по атомным электростанциям. И все. И тогда, как говорится, от Москвы останется один ядерный пепел. Не надо никаких взрывов там и прочего. Просто пойдет вот это излучение. На этом все закончится. Поэтому надо просто свои поганые языки вот этой блевотиной КГБ-ской, им надо себе рты зашить и заткнуться по поводу ядерных ударов. То есть вы, ну раз вы уже такие, ну как бы болваны или как вас преступники, уроды, что вы ведете вот такую разбойничью, геноцидно-террористическую войну. Он все время подчеркивает там в этом заявлении своем поганом, что он типа, они берегут гражданское население, объекты. Ну то есть нагло врет, просто нагло врет, конечно. То, ну это война, это понятно. Это очень ужасная война. Но болтать еще, что он типа там про какие-то ядерные ракеты, ну это просто тупой. Это просто тупой, необразованный людоед. Вот так можно сформулировать. И окружают его такие тупые каннибалы. Так вот смотрите, что дальше будет. Вопрос только теперь, ну как бы если по Украине брать, вопрос как не дать проверить. То есть если типа он там угрожает этими ракетами ядерными, ну так вот будет удар по атомным станциям. Может даже быстрее они будут взяты под контроль. Тот же, я уже говорил, Курчатов и так далее. Если он говорит, что это их территория, там типа они ее легитимизируют, как Крым украли. Ну и что? Это ничего не останавливает. Это все равно будет продолжаться. Штаты и Великобритания заявили, они оружие будут давать. Другие тоже теперь еще больше будут оружие давать. То есть это уже война. Дальше он должен будет объявить, как только украинские войска, ну проведут они, например, этот псевдореферендум, все. И скажут, это уже утвердят в своем этом так называемой думе. Он подпишет там указ, все. В этих Совете Федерации вышли в палате. Ну хорошо, сделали. Украина все равно продолжает освобождать свою территорию. То есть это тогда уже что? Это уже полноценная война между Украиной и Российской Федерацией. А потому что они заявляют, что это территория. Ну так она тогда перейдет на их территорию. То есть тогда уже ничего не будет, никаких ограничений с точки зрения перехода Украины, захват Белгорода, Валуек и все их остальное. Курска, Брянска и так далее. Ну все. То есть это приведет, его решения сейчас приведут к еще большему эскалации. И это уже будет полноценное, названо будет войной. Дальше он заявит, что надо вводить военное положение. Он же говорил, что за два дня Киев возьмет, помните, да? Войдут, ровели они все. Да что там, Лукашенко, что же говорил. А дальше будет следующее. Он должен будет формировать свою коалицию военную. Ну естественно, Беларусь в Аншусе. Значит тогда Украина, для Украины Беларусь становится воюющей стороной. Ублюдки, не понимаете? Нет, что дальше будет? Дальше будет атака украинских войск на белорусскую территорию. Уже полностью легитимная. Полностью легитимная. То есть он сам ведет ситуацию к тому, чтобы уже Украина получила легитимное законное право атаковать Беларусь как вражескую территорию и атаковать территорию уже Московии. И там тоже будут проводиться референдумы. Даже не сомневайтесь. И в Беларуси по присоединению к Украине. И в Российской Федерации Путин. И так все будет. Вот так будет дальше. Но конечно дальше Польша уже и Литва, Латвия, Эстония. Они тоже станут воюющими странами. Потому что у них другого выхода не останется. Дальше конечно это судьба этого анклава будет. Калининградского. Потому что оттуда будет сейчас мощный должен идти призыв. Это воюющий анклав. Но как они будут попадать на фронт в Украину? Ну то есть это уже будет война. Дальше начинают формироваться военные коалиции. Враждующих двух, ну воюющих двух субъектов. Это международные будут коалиции. Вот и все. Вот Путин чего добивается. Ну что ж. Значит быстрее сдохнут они все. Вот такой бы я вам сделал анализ такой небольшой. Можно ли это предотвратить? Важно предотвратить референдумы? Ну можно. Есть так сказать, я уже называл, ключевые фигуры. Ну вот если брать Херсонскую область. Это предатели, да, которые поставлены. Ну это Стремеусов и Сальдо. Двое, да. Запорожская оккупирована. Это Рогов и Балецкий. Предатели, да. Что там у нас? Слуган Дония. Это Пасечник. Это Пушили. Две, собственно, фигуры. Ну и все. Вот если их не будет, как референдум провести? Никак. Вот. Следующий момент. Чтобы провести референдумы, все равно должны быть какие-то вот эти, как бы, ну в городах там участки, не участки, комиссии должны где-то сидеть. Если нету этих комиссий, вот туда что-то попало, сюда прилетело, то все, как его провести? Вот, собственно, у Зеленского, у военного командования, там, Залужного, Сирского, да. Ну кто там еще, что там, ясно, что там Цахал руководит, американский военный штаб руководит и Великобритания. Ну три структуры, да, МИ-6, СРУ там еще есть, МОСАД. Ну вот, надо принять будет решение, как можно быстрее, как остановить проведение физически, чтобы оно стало невозможным, так называемых вот этих псевдореферендумов. Если они не проведены, ничего сделать нельзя. Ну, наверное, должна быть атака украинских войск в этот период, чтобы там осуществить рассечение этого котла, там, где-то 30 километров до, даже меньше, до края Херсона осталось там. В конце концов, есть огневая мощь, просто надо действовать, надо наносить такую огневую мощь, удары, которые просто будут, сметут на все, нас сожгут на своем пути. То же самое в Запорожской области, собственно, вот это. Ну, может быть, в Лугандоне тоже, если получается. То есть вот, а другого ничего не существует, дорогие мои. Ну и те, кто живете там, вы там, так сказать, не спешите возвращаться. То есть, ну, заехали, посмотрели, кто не был, что там, как, проверили, что там у вас осталось, и опять возвращайтесь. Кто за границу, кто в эти самые, в те области, куда не долетает. Вот. В таком плане надо вам действовать. Вы с Олегом Соскиным на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и до новых встреч. Ну и еще раз подчеркиваю, что вот этому Астафийчуку и прочим слугам там народа, вы прекратите, вы, во-первых, вы должны открыть, чтобы работала система телевидения, чтобы транслировалась рада, вы не имели права ее закрывать. От людей они должны видеть, иначе вы превращаетесь, вы идете по стопам. Там Путина, Эрдогана, Лукашенко, этих иранских диктаторов. Там же страшные вещи творятся, там уже здания захватываются. Но это кровь украинскую, они же поставляют ему эти, массово эти свои беспилотники. Это надо полными быть убийцами. То есть это убийцы иранцы, это сегодня иранское руководство, это убийцы украинского, гражданского и наших населений, наших воинов. То есть Иран это воюющая против Украины страна. Кстати, найдены мины китайские. Поэтому Китай тоже воюющая сторона против Украины. Беларусь воюющая сторона, то есть тоже воюющие страны. Это надо четко понимать. Поэтому надо соответствующим образом действовать по отношению к ним. Но вы же не уподавляетесь этим ублюдкам. Зеленский. Наоборот, начались демонстрации, ребята, молодежь не могут на польской границе выехать в университеты. Вы что над ними издеваетесь? Сколько можно? Зеленский. Ну чего ты такой, какой-то странный человек. Уже есть, уже надо профессиональная армия. Или ты идешь по пути Путина, который сейчас будет грести вот это мясо, не обученное полностью, что там служил человек, когда он там служил, что он служил, бросать их будут в мясорубку. Или ты точно такой тогда, как Путин. То есть ты же должен смотреть, Ермак, вы там Тимошенко, там эти шиферы у вас для чего-то сидят. Вы же смотрите, вы же не повторяйте действий Путина. Иначе, Зеленский, ты сливаешься с Путина и ты становишься как он. Ну тогда зачем? Тогда надо что-то делать. Поэтому немедленно студента выпустите. Слава Богу, уже в первом чтении закон про женщин приняли, что добровольно на военный учет ставить. Но зато медиков в обязательном порядке. Теперь девушки не будут поступать ни в медучилище, ни в медуниверситеты. Потому что нет смысла. Что она туда пойдет? Война 10 лет будет, нафига ей надо? Значит, я вас поздравляю, Зеленский. У нас не будет, у нас и так врачей очень мало осталось, и медсестер. А поскольку вы такую хрень написали в законе, так вообще никто теперь поступать не будет в эти медицинские колледжи и университеты. Надо быть, ну, тупоголовый, ну, абсолютно тупоголовый. Не умеют думать, не умеют думать, понимаете? Не умеют наперед думать. Совершенно отсутствует стратегическое мышление. Не могут представить. Вот одно делают, да? Вот акциз вели там на бензин, дизельный. Думают, что они от этого налоги получат. Кретины. Инфляцию получите. Обесценение гривни. Вот же гривня до 46 сейчас уже летит. Ну, тупорылые. Ну, что сделаешь? Что сделаешь? Ничего не сделаешь. Такие есть пока. Ну, вот, пока так. Пока так. Вы с Олегом Соскиным, Зеленский, Астафийчук, Ермак, Шмигали и прочее. Снимите с мужчин запрет на выезд. Наоборот. Потому что профессиональную армию надо готовить в центрах. В Великобритании, Испании, Дании, там, в Польше и в других странах. Понятно или нет? А людей надо выпустить пожилого возраста, молодежь, чтобы они учились, чтобы они становились специалистами, чтобы они зарабатывали деньги. И чтобы они потом эти деньги же вернут сюда. Это же политэкономия капитализма. Я понимаю, что вы ни хрена не знаете. Вы никакой политэкономии не знаете. Но вы хотя бы слушайте тех, которые знают. Понимаете? Чтобы я вам сейчас нашел. Я в следующий вам сделаю ролик. Я нашел свое исследование, анализ. Которые опубликованы были в 95-м году. В огромнейшем труде. Называется он. Такая наука есть. Проксиология. И вот там у меня тоже есть целый раздел, который про меня описывает. Про мои исследования Российской империи. Как раз я за Пшизинским профессором иду, величайшим человеком. Поэтому, с которым я встречался. У нас и ужины были, и завтраки в польском Сейме в свое время. Поэтому, ну слушайте хотя бы умных. Ну не делайте, но хотя бы слушайте. Я не претендую, что я самый умный. Есть еще более умные, чем я. Но, блин, Зеленский, ну не наступайте на грабли. Ну не становитесь под каким-то стеной, с которой падают обязательно камни. Они что падут, завалят, потом что делать. Кто вас откопает. Ну ладно, то такое. Вы Соскиным. Поддержите Олега Ильича. Поддержите канал. До новых встреч. До новых встреч.